Made in China США оценили китайский воздушный меч Армии и войны Китай сегодня 21 декабря 15.52 Made in China США оценили китайский воздушный меч Поднебесная уверенно берет господство в Поднебесье и осваивает прежде недоступные авиационные технологии Виктор Сакюрка Комментариев просмотров 2496 На фото Истребители пятого поколения J20 Фото Всем хорошо известен китайский болванчик Фарфоровая фигурка Которая кивает головой в ответ на любое движение вокруг В Китае всегда считали Что людей окружают невидимые им сущности из других миров Они могут быть добрыми или же Напротив, враждебными Поэтому в китайской культуре всегда было большое количество Различных амулетов и оберегов для защиты от злых духов Каковым и считается болванчик Собственно эта древняя традиция сегодня воплощается в современных технологиях В частности в области новейших вооружений В том числе и авиационных в Китае их считают именно защитой Вот и появление у народно-освободительной армии Китая истребителей пятого поколения Чей-20 стал таким своеобразным оберегом В первую очередь от американского преимущества О том, что Китай совершил мощный прорыв в сфере высокотехнологичного оружия Уже давно известно и не секрет Что Пекин делает ставку именно на современные технологии Каждая новая китайская разработка вызывает пристальное внимание во всем мире В первую очередь в США, где ревностно следят за этим развитием Все просто чем мощнее армия Китая Тем сложнее давить на страну с позиции экономических выгод К которым так привыкли американцы Читайте также Битва за русский газ Меркель пошла войной против Трампа Как Германия собирается отстаивать Северный поток-2 перед Вашингтоном Уже понятно И с этим никто не спорит Что Китай является третьей страной в мире После США и России Которая сумела создать истребитель пятого поколения Плохо ли, хорош ли их Чей-20 Который китайские эксперты назвали настоящим воздушным мечом Покажет время и сравнение с американским Ф-35 или российским Су-57 Но он существует в реальности и уже стоит на вооружении на АК При этом КНР не стоит на месте в области развития авиационных вооружений Известно, что Китай приступил к разработке уже следующего типа истребителей Этот проект известен как Джей-Джей И на настоящий момент его образец уже представлен в тестовом виде Правда, широкой аудитории он представлен не был И, как сообщает Глобал Таймс Этот самолет будет обладать стелс-способностью А в его конструкции используют большое количество современных композитных материалов По крайней мере, известно, что группа разработчиков из команды Джей-Джей Получила премию именно за работы в этом направлении То есть очевидно, что это будет именно самолет-невидимка Обладающий сверхзвуковой скоростью Читайте также Киев бьется в истерике Исконно русские земли стали Украине поперек горла Слова президента России вызвали внезалежный эффект разорвавшейся бомбы Имеющийся Чэй-20, уже стоящий на вооружении ВВС НААК И активно летающие эти истребители осуществляют постоянное патрулирование над юго-восточными водами Китая И так называемыми спорными островами в районе архипелага Спратли и островов Дьо-Идаа Китайские эксперты высоко оценивают преимущества своего самолета Йод-20 уже сегодня уникален своей концепцией по аэродинамической компоновке Она существенно отличается от американских F-22 и F-35, как и от российского Су-57 У американских самолетов отличная технология малозаметности Но есть проблемы с маневренностью, а потому они не подходят для ближнего боя У Су-57 все наоборот прекрасная аэродинамика Но отсутствуют реализованные сталс-технологии, пишет китайское издание Тут, конечно, надо отметить, что при всех цветах и красках китайского J-20, в том числе вполне неплохой универсальной ракеты PL-21 класса воздух Воздух, у него есть существенный недостаток Эти истребители комплектуются двигателями российского производства Которые сейчас тормозят путь в пятое поколение И для Су-57, достаточно эффективны на Су-35, который оценивается как 4+. Россия новый двигатель уже активно испытывает Однако Китай рассчитывает сейчас на собственный потенциал производства двигателя Xian WS 15. Возможно, что и за счет мощностей украинского предприятия Мотор Сич, которое КНР намерено приобрести Китай рассчитывает с 2020-го довести уровень выпуска J-20 до 150 машин ежегодно Новости Китая Уникальный проект избавить жителей Китая от нищеты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова